Мы находимся во времени бурного развития информационных технологий, когда интернет является неотъемлемой частью нашей жизни. Большинство современных подростков не представляют ни дня без виртуального мира. Учёба, досуг, общение со сверстниками, всё на экране смартфона или компьютера. Хорошо это или плохо? И какую реальную угрозу представляет для подростков интернет? Об этом в нашем сюжете. Безусловно, интернет — величайшее и удивительное изобретение прошлого столетия, при помощи которого человечество совершило огромный скачок в будущее. Также виртуальный мир является неотъемлемой частью социализации подростков. Но, несмотря на всю привлекательность и полезность, нужно осознавать и угрозы данного мира. Любой запрос в поисковой строке — и результат на экране уже через секунду. При этом за качество контента никто ответственности не несёт. А в социальных сетях и вовсе может твориться полный беспредел. Подростков неоднократно вовлекают в суицидальные группы, криминальные группировки и экстремистские сообщества. В сентябре по городам России прошла волна самоубийств подростков. Молодые люди сводили счёты жизни под одну и ту же песню номера группы ЛСП. Подростки не только совершают суицид, но ещё транслируют это в социальных сетях. Больше половины россиян заявило, что родители должны ограничивать доступ детей к различным гаджетам, а 18% выступили против подобных мер. Наличие двойного аккаунта для отслеживания интернет-поведения ребёнка назвали допустимой мерой всего лишь 43% респондентов, ещё 25 — необходимостью. Мы решили поинтересоваться у жителей Верхневожья, насколько опасен интернет в жизни подростков. Как вы считаете, опасен ли интернет для подростков? Нет. Почему? Ну, ищут полезную информацию там, ничего страшного. Думаю, что нет. А почему? Мне кажется, там очень много полезной информации. А подростки проводят очень много времени за компьютером? Ну, это уже должны как-то родители следить. Сложно сказать. Нужен и в то же время, да, и бессонница, и всё прочее. Есть интернет гейминг, а есть интернет, получается, фрилансинг. Когда ты заходишь на какие-то посторонние сайты, то там может быть опасная информация. Также вирусы для компьютеров. Мало того, что время много отнимает, мозги перестают работать. А третий просто, я думаю, что это вредно для здоровья. Как же оградить своего ребёнка от реальных угроз виртуального мира, не лишая его полного контакта с интернетом? Психологи рекомендуют поддерживать доверительные отношения с ребёнком. Регулярно разговаривайте, ходите в кино, вместе проводите свободное время. Без тотального контроля, просто будьте рядом. Данному вопросу мы планируем посвятить программу «Тема дня», в которой с мнением экспертов мы детально разберём эту проблему. Продолжение следует...